Общественности люди, осведомленные активно, обсуждают вероятность того, что Гарри и компания его нынешняя поддержка и опора семья, прикатят в Англию для того, чтобы провести обряд крещения своей дочери. С именем ребенка большие сомнения, поэтому так уж и быть, давайте будем звать ее Лили Ди. И звучит мило, и конкретной отсылки к заявленному сасексами имени нет. И так, как и со всем, к чему прикасается рука, и не только рука мятежных герцогов, с Кристинами вполне может произойти весьма неловкая ситуация. Как многие, наверное, помнят, королева не посещала Кристины младшего сына герцогов кембриджских принца Луи. Почему так произошло, доподлинно неизвестно. Официальные источники заявляли о том, что на день Кристин у королевы было запланировано куда более значимое мероприятие. Вполне может быть, но, как говорится, знал бы, где упаду, соломку бы подстелил. А в случае с сасексами, знай, королева, что начнется такая катавасия, посещала бы все семейные мероприятия без единого пропуска, чтоб потом некому и не к чему было придраться. Шутка, конечно, но с долей правды. Значит, с Кристинами. Получается, вот какая история, если королева посетит церемонию крещения Лили Ди. Тем самым она выделит девочку, тем более, на фоне малыша Луи. А вот если не посетит, тут уж начнется полнейшая вакханалия. Тогда адепты Гарри и Меган смогут уж точно, взахлеб, рассказывать о том, что она Кристины не посетила именно потому, что девочка представительница смешанной расы. Совершенно точно начнутся напоминания из серии. А Меган вас ведь предупреждала. Предупреждала о том, что это семья расисты до кончиков пальцев. Вот вам. Пожалуйста. Подтверждение. И уж тем более фан-клуб Меган получит полное право вещать о том, что все, о чем рассказывала и на что жаловалась Мегаша, является полнейшей и чистейшей правдой. Подтверждение хотите? Так вот оно, пожалуйста, королева на Кристины не явилась, значит побоялась встретиться с разоблачительницей. С той, которая подвергалась таким жестоким нападкам и терзаниям. Да королева просто не посмеет взглянуть мученице Меган в глаза. Смех смехом, а вероятность такого развития событий весьма велика. И я надеюсь, никто не сочтет меня расисткой. Но все же очень хочется увидеть фото маленькой Лили Ди и таки, посмотреть на цвет ее кожи. Да, мы уже имели удовольствие видеть крошечное фото малышки во время днерожденческого видео. Эх, ну ничего не может Меган сама придумать каждый шаг, каждый кадр, каждый эпизод там был скопирован, повторен, а лучше сказать украден. Как говорится, с миру по нитке. Дальше вы знаете, одним словом думается мне, что полноценное разборчивое фото мы увидим, ой как не скоро. Но согласитесь, интересно же. Мужчина дал откровенное интервью. У королевской семьи постоянно кипят страсти. Вот уже больше года, как Меган Маркл и принц Гарри решили отречься от королевской семьи во благо спокойной жизни и личного пространства. По поводу ухода герцегов ходило множество разных сплетен. Отсор Гарри со своим братом Уильямом, до непринятия Меган по утверждениям газеты The Sun, пара улетела из Лондона из-за острого финансового вопроса. Королевский эксперт Камила Томини, комментируя ситуацию, рассказала в документальном фильме ITV Гарри и Уильям, что пошло не так. Что молодоженам поставили ультиматум. Королева Елизавета II хотела полностью контролировать жизнь и финансы Меган и Гарри. Однако герцоги были возмущены такому решению. По их мнению, они должны быть на равных условиях С, и известно, что у Меган непростые отношения и со своей семьей. Отец, который долгое время держит на нее обиду, решил дать откровенное интервью ГБ Ньюс. Мужчина уверяет, что многое из того, что было сказано парой в скандальном интервью Опри Уинфри, заведомая ложь. История про тайную свадьбу и обвинение королевской семьи в расизме не имеют под собой никаких оснований. Она лгала. Лгала годами. Ее вранье настолько очевидно, что я не знаю, почему она говорит это. Она изменилась. Это не та дочь, которую я знал раньше. Заверяет отец Меган. При этом мужчина заверяет, что принц Гарри – это токсичный человек, который влияет на поведение и действия его дочери. Стоит отметить, что несколько дней назад сестра Меган также выступила с критикой в адрес принца. Семья намекает на то, что они хотят крупную сумму замолчания и неразглашения личиной жизни Меган. При этом до сих пор непонятно, что же произошло в их семье, и что стало причиной разлада. Напомним, в 2018 и бывшая актриса Меган Маркл связали себя узами брака. В 2019 году герцогиня подурила принцу сына Арчи. Также в 2020 Меган рассказала в своей статье о том, что в период карантина у нее случился выкидыш. В том же году семья отказалась от своих королевских полномочий, перестала получать государственные выплаты и переехала в США. Утром 6 июня Меган и Гарри объявили о рождении своей дочери Лилибет Дианы, Маунт-Беттен-Виндзор. Она родилась в пятницу в 11 часов 40 минут утра в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Они работают над своими отношениями ради семьи. В отношениях Меган Маркл и Кейт Мидлтон, похоже, наметилась оттепель. Герцогини поздравляют друг друга с важными семейными событиями и общаются по видеосвязи. А супруга принца Уильяма даже, по слухам, вызвалась поучаствовать в благотворительном проекте 40-х 40, который запустила ее американская родственница в свой день рождения несколько дней назад. Источник US Weekly подчеркивает, что большая заслуга в их примирении все же лежит на Кейт Мидлтон, которая проявляет свои лучшие дипломатические качества. Меган и Кейт на самом деле очень хорошо ладят и чаще общаются, отмечает инсайдер. Их отношения никогда не были такими близкими. И теперь они ближе, чем когда-либо. Они работают над своими отношениями ради семьи. Их объединяют дети, они не могут дождаться, когда маленькие кузены наконец-то смогут встретиться друг с другом, рассказал другой источник. Кейт стала больше общаться с Меган с тех пор, как Лилибет родилась. Она присылает сообщения и подарки и пытается наладить отношения. Однако самая неожиданная новость, о которой сообщает инсайдер Геоньюз, касается грядущего сотрудничества двух герцогинь. По слухам, Кейт Мидлтон и Меган Маркл вместе работают над проектом для Netflix. Это будет документальный фильм, в котором будет рассказываться о благотворительной деятельности Кейт и о том огромном влиянии, которое она оказывает, поддерживая тех, кто нуждается в помощи, приоткрыл завесу тайной источнике. Герцог Кембриджски уверен, что у его брата звездная болезнь. Напряжение между королевскими наследниками Уильямом и Гарри растет в геометрической прогрессии. Эксперты уверены, о скором примирении братьев и речи быть не может. Дело в том, что принц Уильям до сих пор не может простить Гарри его отъезд в Калифорнию. Старший брат обвиняет младшего в том, что он восстал против собственной крови, повернулся спиной к самым родным людям. И виной всему жажда славы и звездная болезнь. Уильяму не нравятся те изменения, которые произошли с Гарри после переезда в Калифорнию. Он уверен, что слава Голливуда ударила ему в голову, цитирует слова инсайдера британский Юэс Викли. Напомним, что в июле братья воссоединились, чтобы открыть статую принцессы Дианы в день ее 60-летия. Инсайдер утверждает, что Уильям хотел поговорить с Гарри до начала мероприятия, но герцог Сасекский отказался от общения, так как не захотел, чтобы им командовали. Конфликт между братьями еще больше усугубила новость о том, что Гарри пишет мемуары о своей жизни во дворце, где не собирается скрывать от читателей всю горькую правду о закулисных интригах. Королевский эксперт и основатель сайта о монарших особых 2D4Daily, американская журналистка Кинси Шафилд, в интервью The Mirror выразила свою точку зрения по поводу примирения братьев. Она не видит воссоединения Уильяма и Гарри в ближайшее время. Я все еще не уверена, что близится их примирение. Не думаю, что это в приоритете у принца Уильяма. Сейчас он больше занят проблемами семьи, возникшими после смерти деда, принца Филиппа, и скандального ухода принца Гарри, заявила Кинси. Герцог Кембриджский продолжает дело своей покойной матери. Герцог Кембриджский написал вступительное слово к новому пятилетнему плану премии имени принцессы Дианы, которая присуждается людям от 9 до 25 лет за социальную и гуманитарную работу. Новый проект будет запущен сегодня в Международный день молодежи. Организации, подобные The Diana Award, еще никогда не были так важны в воспитании молодых талантов и работе с ними для изменения мира к лучшему. План Future Forward показывает, каких изменений можно добиться, если работать с молодежью, написал 39-летний принц Уильям в предисловии. Премия была учреждена в 1999, спустя два года после трагической гибели принцессы Уэльской в автокатастрофе в Париже. Этим летом леди Ди могла бы отпраздновать 60-летний юбилей. В день рождения мамы 1 июля принц Уильям и принц Гарри открыли в саду Кенсингтонского дворца, памятник в ее честь.